Добрый день, уважаемые любители винограда! Сегодня хочу провести такой небольшой репортаж по нашим сортам, которые у нас на прилавке находятся спустя чуть больше двух недель после того, как мы сделали первый фильм о наших сортах на нашем прилавке. Ну давайте вместе сейчас посмотрим, что у нас изменилось, какие сорта добавились, а какие еще у нас продумывались. На одном из почетных мест находится сорт преображения. Чуть ниже у нас Байконур, превосходный виноград, очень сладкий, красивый, очень шикарный и с сильными товарными качествами. Легендарный сорт, который вывел институт Ирова под названием Аркадия. Здесь у нас Ливия находится. Что я хочу заметить. В такую жару очень много сортов винограда имеют грибненушку тонкую, которая при такой высокой температуре быстро, за какие-то считанные часы высыхает. И виноград имеет такой вид, как будто бы он уже срезанный давно. Но на самом деле виноград не имеет больше трех дней с момента его среза с виноградом. Дальше у нас идет превосходный виноград, который называется долгожданный. Хрустящая мякоть, желтый красивый цвет и очень высокое сахаронакопление. Вчера был первый срез уникального сорта под названием Низина. Низина вывел Виктор Николаевич Крайнов, как и перед этим вы видели долгожданный. Уникальный виноград с очень гармоничным сочетанием кислоты и сахара. И при полном созревании настолько приторно-сладкий и вкусный виноград, что напоминает вкус очень спелой вкусной вишни. Дальше Виталий Загорулько вывел сорт под названием Бажена. Ягода очень крупная. Виноград сам по себе очень устойчив к морозам и болезням. И на прилавке выглядит довольно товарно. Вот такие красивые грозди. Бажена. Вот то, что я чуть выше говорил, кишмиш лучистый. Винограду всего лишь 4 дня, потому что мы, естественно, срезаем его не по грудочке, несколько ящичков было. И вот то, что осталось, имеет вот такой вот неприглядный внешний вид по гроздям, по гребненожке. Но, тем не менее, покупатели все понимают. Кое-кто из них, конечно же, задавал вопрос, не прошлогодний ли это виноград. Мы все смеялись. Но, тем не менее, люди покупают, потому что ягода все свои свойства сохраняет. Не взирая на подсыхающую гребненожку. Вот свежайший виноград, срезанный только буквально вчера. Это у нас кишмиш, столетие американской селекции. Тот, который был срезан 2 дня назад, немножко с подсохшей хвостиком. Так, идем дальше. Гурман ранний. Христящий мускатный виноград. Выведен тоже Виктором Николаевичем Крайновым, великим селекционером, который с золотыми буквами войдет в историю селекционных разработок по крупноплодным и очень вкусным сортам винограда. Дальше идет, опять же, творение Виталия Загорулько из Запорожья. Ландыш. Превосходный мускатный виноград с очень волшебным вкусом. Оттенки акации, ландыша, букет, целый букет вкусовых свойств. Дальше идет у нас Анюта. Виктор Николаевич Крайнов, вышеупомянутый, вывел целую плеяду супер сортов винограда. Одним из них является Анюта. Хрустящая мякоть и мускатный привкус. Дальше идем. Атос. Хрустящая мякоть. Очень сладкий виноград. Позицию по черным сортам винограда на сегодняшний день он занимает достойно. И шедевр над ним. Это у нас кишмиш лучистый. Когда через него просвечивается луч солнца, он просто светится и сияет. Поэтому его так и назвали. Обладает мускатным вкусом, высоким сахаронакоплением. Дальше у нас идет гол кишмиш. Хрустящая ягодка. Но этот кишмиш, хоть и обладает высшим классом и семянности, в нем нет даже рудментов, намека на косточку. Но тем не менее, он не имеет никакого аромата. Здесь у нас последние остатки маленьких пасынков кишмиша Велес. Его время уже проходит. Уже полтора месяца этот виноград у нас на левихе. Что я хочу еще добавить, друзья. С развитием такой площадки, как Ютуб, вы имеете уникальную возможность сегодня побывать в тех местах, где физически не можете оказаться. Усчитывая даже, что сегодня у нас и карантинное мероприятие кругом, обеспечивается безопасность людей. Тем не менее, вы можете сегодня как побывать на золотой грозе Украины, которая была недавно в Запорожье, 29-го числа, так и на нашей выставке продажи. И все это своими глазами вы видите. Единственная разница, что не можете попробовать. Но, как говорится, еще не вечер. Наступит время, когда все это вы сможете попробовать, отведать и окажетесь свидетелями правдивости моих слов. Когда я оценивал или характеризовал тот или иной сокный виноград. Вот у нас здесь вот висит показательный виноград для привлечения внимания. Зарница выведена Виктором Николаевичем Храйловым, как и преображение. Виноград, точно так же, как и долгожданный зарница, обладает такими свойствами, что в грязи можно найти ягоды без семян. Мы этот виноград называем сорт-сюрприз. Никогда человек не знает, какую ягоду он положил в рот, с косточкой или без. Ну, низейная, это, конечно, виноград волшебный. Я раньше немножко о нем говорил. Обладает уникальными вкусовыми качествами. И очень интересный цвет, особенно в таком глубоком круине виноград выглядит просто превосходно. Дальше у нас идет Байконур. Выставочная грозочка висит. Долго грозь не висит, потому что многие покупатели хотят именно выставочную грозь. Вот они считают, что мы повесили лучшее из лучших. Они, конечно, правы. И приходится эти грозь здесь систематически заменять. Да. Очень давно было издано. Вот такое вот пособие под названием «Особенности строения, посадки, развития и вслуживания виноградного куста». Вот всем семейным советом мы эту брошюру создали. На сегодняшний день слышим претензии от многих людей, которые эту книгу имеют как настольную. Тогда, мол, вы сделаете вторую часть, третью часть. Тогда вы обновите вираж. Но выращивать виноград, заниматься потомниководством, непростая задача. Поэтому времени даже на то, чтобы поспать, осталось очень мало. Так что, ребята, выращиванием винограда может заниматься человек, который готов полностью отдать свою душу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а вот здесь, друзья, продолжаем предлагать саженцы винограда с закрытой корневой системой. На некоторых саженцах уже вы видите, глаза созревают на достаточное количество почек. Вот. Тот, кто садит виноград вот в таком формате может считать, что это лето было прослужило для него. Потому что виноград обладает мобильностью и его можно переносить из точки А в точку Б. В любую точку мира. Растение даже не знает, что его переместили. Из-за этого состояния, будем говорить, тюремного заключения корневой системы вот в таком маленьком пространстве, не зря на то, что там есть достаточно питательных веществ, чтобы растение развивалось. Но, тем не менее, если аккуратно этот стакан разрезать и с мерами безопасности посадить в яму посадочную, внутреннее содержимое остается сохраненным и буквально через неделю корневая система продолжает свое развитие, засыпившись за почву. в посадочной яме того человека, который этот виноград посадил. Вот примерно и все. Еще раз хочется пожелать вам всем успехов в своем делегком пути, кто бы чем не занимался, особенно виноградарством. Виноградарство – это не очень простое ремесло, которое отнимает очень много жизненных сил, времени. и когда результаты радуют человека, то человек знает, что все это время потрачено на вращивание спелого и вкусного винограда. Было потрачено не зря. Ну, а когда у человека проявляются какие-то негативные результаты, когда у человека опускаются бывают и руки, у меня были знакомые, которые говорят, что устали бороться с болезнями винограда. Повсеместно настолько много инфекций в воздухе летает, что классические схемы борьбы препаратами, которые очень часто появляются, недобросовестные, поддельные, и эти меры борьбы оказываются тщетными. И люди в конце концов во второй половине лета сталкиваются с такими вещами, как покрытие виноградного растения, ягод, лозы, листья, мушнистым таким налетом, что характеризует очень страшное заболевание под названием айден. И в итоге весь урожай практически до последней ягоды у человека пропадает. И вот чтобы не пожелать вот такие горькие труды, мы начинаем борьбу с болезнями с самого раннего периода, тогда, когда начинают распускаться пучки. Уже нужно заботиться о том, чтобы виноград в своем стрелом состоянии не гнил, не портился, и чтобы такие страшные заболевания, как идиум, не охватили наши винограды. И чтобы виноградарство доставляло нам только радость. Всем успехов, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok